всем огромнейший привет сегодня понедельник и я хочу записать видео о своем проекте выходного дня вы сразу же видите наборчик который я взяла для этого проекта но буквально небольшая предыстория перед тем как я перейду к самой вышивки все дело в том что я знала что я еду на какое-то длительное время в москву с дачей и я подумала что нужно будет взять что-нибудь для прикладной вышивки у меня есть такая рубаха голубого цвета совершенно невзрачная совершенно неинтересная которая создана просто создана для того чтобы на ней что-то вышить и я подбирала для этой рубахи какой-то дизайн небольшой соответствующие цвета которые бы подошли именно голубому цвету и конечно же я нашла такую птичку небольшую невеличку в таких желто по моему там были голубые тона сейчас уже даже не могу вспомнить наборчик остался на дачу поэтому не могу вам показать но голубой расцветки он подходил идеально в цветовом отношении однако вы знаете я подумала что-то у меня все рубахи с птицами калибри у меня уже вышит на рубашке зимородок у меня уже вышит на рубашке то есть у меня сплошные птицы у меня даже цыпленок есть на летней рубахе без рукавов помните который за шляпкой бежал в прошлом году я вышивала и я подумал опять будет птица ну хватит уже птиц надо что-то другое взять ну и прошлась я по наборчикам с цветами и как это не странно выглядит но мне показалось что именно вот этот сиреневый цвет очень неплохо ляжет на голубой я не знаю вы можете согласиться или не согласиться мне кажется это не очень традиционное сочетание я вам покажу результаты вы сможете составить свое мнение так вот все-таки к наборчику вот этот анимон от rto я уже честно говоря давно хотела его куда-то пристроить он меня просился я его вначале хотела пристроить вот там где у меня вышит зимородок но потом все-таки отказалась от этой идеи сочетания сиреневого с джинсовым цветом а тут решила что ну вот настал его час и я привезла этот наборчик в москву вместе с рубахой однако же когда я открыла набор я поняла что схему я оставила на даче потому что я рассматривала выбирала анализировала схему ее размеры как она там ляжет как подойдет ну представляете мое состояние когда открываем набор там все есть нитки есть игла есть канва есть хотя она мне нужно а схемы нет в общем пришлось дождаться следующего раза когда я поеду на дачу и привезу схему так и случилось я привезла наконец-то схему и вот в прошлые выходные которые сейчас только что прошли все-таки этому анимону суждено было родиться на моей рубахе вот вы видите в составе канву которая так и осталась поскольку мне она совсем не пригодилась здесь была также иголочка здесь был пучок ниток не на органайзере как это делает rto вот я сейчас показываю остаточки этих ниток я перевесила но воспользовалась дубком потому что как-то по-другому невозможно было и здесь вот такая была схема достаточно хорошая простая логичная в общем не все нравилось в этом цветке и и единственным моментом вот на котором я споткнулась это был разбор ниток так как нитки были в пучке то пришлось отличать например пять фиолетовых оттенков три оливковых один коричнево темный и один бежево бледный вот это сочетание этих всех цветов я с трудом нашла опять фиолетовых оттенков у меня вначале они делились только на три потом вот как-то я чудом нашла 4 и в итоге пятый у меня сливались самые темные тона вместе и самые светлые тона вместе в общем разобрать было достаточно трудно потом в один момент я перепутала бежевый и светло оливковый как бы не очень поняла но в итоге все-таки разобралась что хочу сказать по нарезке ниток вот терпеть не могу вот этих недокормышей как называет их леночка потому что сложишь ниточку вдвое и это хватает буквально на 9 10 крестиков ну в общем меня конечно это выводит из себя там иголка длиннее чем нитка получается кроме того ну вот есть нитки длинные нарезки да слава богу это замечательно кроме того было парочку вариантов когда производитель положил две короткие нарезки вместо одной длинной вот такие две короткие нарезки и вот одного цвета вот этого самого светлого фиолетового у меня вот хватило представляете специально оставила кончик чтобы просто показать вот вообще впритык здесь было две короткие нарезки этого цвета ну я считаю это уж такая экономия что просто ни в какие ворота поэтому вот было не очень приятно вышивать такими короткими и естественно было не очень приятно сознавать что цвета сейчас может не хватить то есть вот смотришь на схему кажется что вот этого значка даже больше чем вот этого но зато здесь две короткие здесь одна длинная которая осталась да вот еще парочку ниточек осталось ну вот почему бы не сделать вместо двух одну ну в общем это крик души вы понимаете что это не очень приятно было но самое главное что эта схемка и сам дизайн достаточно маленький поэтому все эти ощущения очень быстро закончились я сейчас покажу вам что получилось и расскажу как шла работа над ним вот сейчас вы видите в каком месте у меня расположился этот анимон на рубахе на этой рубахе вообще нет никаких элементов кроме кармана с левой стороны вот здесь вот чуть пониже и у меня даже возникала мысль сделать вышивку на кармане но я поняла что это будет очень сложно потому что на пришивном кармане представляете как можно закреплять там нитки и вообще вводить иглу когда карман достаточно узкий для этого поэтому я выбрала противоположную сторону правую сторону рубахи подняла цветок повыше но вы понимаете что вышивка бы искажалась на этом месте поэтому мне кажется вот выше расположенный цветок он очень даже неплохо вот на таком бледном фоне на камере он даже бледнее сама рубаха чуть-чуть понасыщеннее а цветок как раз мне кажется чуть помягче выглядит чем вот на камере ну даже ладно у всех все равно мне кажется достаточно разное восприятие кто-то видит мир светлее кто-то видит мир ярче и насыщеннее но мне показалось вот чисто по моим ощущениям что цветовая гамма сюда подходит здесь цветок выделяется он не прячется и он достаточно красиво смотрится на этом фоне такой анимон у меня получился получилось что я его вышивала почти целый день пятницу субботу закончила буквально там последние какие-то крестики здесь слава богу нет ни одно ни одного штришка бэка и и в воскресенье я эту рубаху постирала вот у меня прошла на стирку в швейн прошу прощения в стиральной машине и и я вещи с вышивками стираю в стиральной машине вообще без всяких на то страхов так как еще ни одна вышивка у меня на рубахах не или на блузах не испортилась то есть вот она в первозданном виде слава богу ничего не потекло и так далее приблизила вышивку поближе хотя приблизить подачу наверно невозможно но масло масляное ладно чтобы можно было ее получше рассмотреть и увидеть разницу в дизайне и в самой вышивке единственный момент который меня напрягал вот в этом цветочке это был стебелек вот мне не нравится вот этот торчащий стебелек непонятно куда вниз я решила его вообще не вышивать вот таким образом мне кажется так тоже смотрится очень и очень гармонично и конечно по сравнению с картинкой ну вышивка и картинка это две большие разницы по сравнению с картинкой вышивка смотрится гораздо выигрышней а вам я желаю прекрасного вышивального и рук отдельного настроения огромное спасибо что заглянули ко мне сегодня и всем до новых встреч пока 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 пока